всем привет меня зовут илья и в прошлом видео если вы помните мы с вами разбирали все то за что мы любим и за что мы ненавидим precision и сегодня логически настало то самое время когда мы приступим к разбору его брата его родного брата брата precision это джаз бас несмотря на то что родитель у этих двух инструментов один и тот же но характер совершенно разный так бывает часто в семьях что брат и сестра ну совершенно разные и здесь мы наблюдаем то же самое ими я ими я не совершенно другие разные характеры сегодня мы попробуем разобраться за что мы любим а джаз басы за что мы ненавидим джаз бас чем его на фишки в чем его прелесть в чем локайф и посмотрим это все на примере вот этого недорогого социального так скажем баса это ария прудва типа джаз бас он стоит там 15 900 рублей дешевле уже только бесплатно в общем присаживайтесь поудобнее начнем начнем с самого начала и первой визитной карточкой джаз баса будет его знаменитая датчики его конфигурация два сингла однокатушечных это классика это многие даже производители гитар другие фирмы пишут датчики типа джаз бас соответственно понятно что это два сингла они естественно понят если их включать по отдельности и во многом вот это вот конфигурация определяет характер и тон звучания джаз баса и можно услышать даже на записи понять что это два сингла это не разделенный сплит сингл как у пресижна это именно два датчика это очень узнаваемая узнаваемая конфигурация соответственно дальше у нас идет три крутилки две громкости и один тон вот эта громкость отвечает за этот датчик вот эта громкость отвечает за этот датчик то он отвечает за тон обычно он на максимуме но джаз бас обладает огромным количеством обертонов это самый обертонистный инструмент самый вот звенящий самый вот такой вот как сказать такой скрипящий вот эти всеслышно хруст вот этот самый рыхлый звук у него отличат прессом пресс более такой более густой более плоский здесь же все кряхтит все трещит очень обертонистый инструмент и многие даже рекомендуют тон прибирать на джаз басе но это зависит от инструмента датчиков опять же если вы поставили например у вас какой-то винтажный джаз бас или датчики такие не очень выхлопные то все будет нормально но если поставить современные датчики будет все очень резко поэтому иногда иногда я лично никогда не пользуюсь тоном никогда не пользуюсь я играл восемь лет плюс на джаз басе американском и никогда не пользовался тоном вообще ни разу за восемь лет ни одной секунды я не использовал не убирал его не знаю в общем зачем это надо и вот это вот это соответственно понятно для чего нужно вот что касается датчиков данная конфигурация датчиков дает нам замечательный бонус в виде супер кристально чистого открытого и глубокого тона в отличие от того же пресижна который который гнусавит который немножко плоский но в этом есть своя фишка пресижна свой свой кайф звука джаз бас многим кажется из-за этого скучным ну что тут обычный звук струн по сути максимально чистый все слышно каждый ваш скрип эти синглы очень хорошо реагируют на все нюансы на обертона наверха на какие-то резкие хлестки партий типа слепа синглы для этого очень хорошо подходит но например для игры каких-то вот жирных густых нот пресижна иногда будет лучше опять же так что вам нравится для если вы ищете такой звук максимально кристально чисто открытый как например вот вы взяли скажем акустическую гитару просто обычно со стальным струнами извлекли аккорд вот струны звучат как струны не без всяких преампов искажений вот он настоящий чистый звук от джаз бас им это именно вот про это если быть максимально откровенным предельно честно перед самим собой то конечно же два датчика это всегда лучше чем один датчик однозначно это больше вариативности больше универсальности инструмента можно банально получать разный звук в разное на свое настроение например зимой у вас одно настроение летом другое настроение всегда разнообразие инструмент не так быстро надоедает в отличие тоже тоже precision там один тон мы ничего не можем сделать вот вас один есть есть один тону всегда им играете иногда это надоедает с другой стороны чистый звук тоже может надо есть поэтому здесь на любите но для меня лично лично мне кажется что конечно два датчика это лучше и с помощью этих двух крутилок мы можем сделать фантастические волшебные вещи менять абсолютно тон инструмента кардинально например вот сейчас у нас два датчика и работают это вот максимально чистый максимально открытый джазбасовский классический звук если мы например буквально чуть-чуть приберем вот этот датчик будет совершенно другой результат такую же процедуру можно совершить и прибрав брижевый датчик вот этой вот крутилкой мы его убираем ну на половиночку например убрали и получим звучание некого датчика который совершенно другой по характеру он расположен в центре и звук будет похож на пресс звук будет больше звук будет жирнее но не такой густ не такой густой и не такой плоский как на престиж не такой гнусавый открытый большой звук как это будет звучать вот такие дела дорогие друзья вторая визитная карточка джазбаса это его гриф которым 20 ладов классически что супер мало и для виртуозного инструмента на что претендует джазбас как инструмент для виртуозов для сольной игры для игра аккордов в котором заложен был огромный потенциал который до сих пор еще не раскрыт до конца и до сих пор развивается то конечно 20 ладов это сверх мало но на то время это было нормально сейчас это однозначно минус даже ария про делая свою копию джазбаса сделала 21 лад что уже намного лучше я объяснял прошлом видео почему 21 лад лучше чем 20 банально у нас здесь ми и здесь ми открытое соответственно от ми до ми это удобно это удобно для ориентации игры после 12 ладов для игры импровизации аккордов и вообще ми это ходовая тональность это гораздо лучше чем тот же ре диез поэтому за это плюс 21 лад ария про это это уже интереснее гораздо в своем предыдущем видео я сказал такую фразу что если вы опытный бас-гитарист играете уже очень много лет то вам плевать какой гриф там толстый тонкий сужается не сужается вы просто за один вечер сядьте привыкните и на утро будете как родные на самом деле это не совсем правильно если углубиться философски вот проблема то мы наткнемся на подводные камни на очень большие подводные камни как я уже сказал здесь у джазбаса гриф сужается в шейке грифа он уже это значит что расстояние между струн здесь меньше чем на присижены это простая физика и от этого никуда не деться это значит что в первой позиции 2 вы будете встречать на джазбасе якобы меньше физическое сопротивление при игре каких-то более насыщенных более техничных партий говоря простым человеческим языком вам будет в этой позиции играть проще это главная позиция бас-гитариста здесь находится огромное количество объем работы именно вот здесь не здесь а вот здесь поэтому это принципиальный момент человеческая психика устроена таким образом что когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой с какой-то сложностью физическим противодействием или моральным тот человек пытается найти простые пути он пытается обойти как-то проблему решить ее чтобы было ему комфортно первую очередь это значит что при игре например на присижены вы будете скорее всего я уверен что человек который играет на прессе и начинает играть на прессе он будет выбирать более легкие пути в первой и второй позиции он будет избегать каких-то сложных партий он будет играть меньше нот если проще сказать джазбас будет вас подталкивать играть техничные партии в отличие от присижена который будет наоборот вас побуждать выбирать меньше нот побуждать выбирать играть только основу побуждать выбирать только суть происходящего и в этом есть очень принципиальный момент в стиле игры. К чему я все вот это говорю, все вот эта непонятная информация? Потому что это может повлиять на то, как вы будете выбирать ноты в дальнейшем, как музыкант, на ваше мышление аппликатурное, на ваше мышление как музыканта и на ваше понимание вообще басовой партии. Поэтому этот момент очень важен. Стоит запомнить, да, и выбрать здесь то, что для вас будет удобно. Что вы хотите играть? Хотите ли вы виртуозить в первой позиции, играть свинг, джаз, какие-то соло, как Pastorius, или вы этого не хотите, вы играете там рок, панкуху и так далее. То есть здесь нужно понять, что для вас удобно. Но на вкус свет, как говорится. Так, для кого же может подойти этот замечательный инструмент? Кому стоит на него обратить внимание? Первое, тем людям, которые хотят играть виртуозно, хотят играть соло, хотят играть слэп, виртуозный слэп в том числе. Джазбас дает вот эту вот хлесткость, вот этот яркий слэп. Не зря, не даром Маркус Миллер выбрал именно джазбас для своих слэпов партий, потому что это наилучший вариант для таких партий, однозначно. Даже маэстро выбрал, соответственно, тут никаких споров не может быть. Для слэпа отлично подойдет, и я даже получил удовольствие от игры слэпов на этом инструменте. Также он хорошо подойдет для аккордов, гораздо лучше, на мой взгляд, чем это пресижн может вам дать. Для аккордов и для слэпа. Слэп на пресижн звучит прикольно, но более плоский такой дает звук, не такой хлесткий, в отличие от джазбаса. Джазбас дает огромное количество обертонов, вот этих всех тресканий, лязганий. В слэпе это прикольно, это перкуссионная техника, соответственно, перкуссии. Джазбас очень хорош. Вообще, слэп это перкуссия, это барабаны, по сути. И здесь, как бы, вот эти два сингла, они очень хорошо для этого подходят, так же, как и для аккордов. В общем, если вы виртуозный бас-гитарист, если вы с заявочкой, вы, так сказать, креативщик, способный изменять мир вокруг себя, у вас творческое мышление, вы впереди, вы яркая личность, в центре внимания, то, скорее всего, джазбас это ваш выбор. Не знаю, смогу ли я доснять это видео, досидеть. Я сижу пять минут, у меня уже отваливается колено. Реально тяжелый бас, и постоянно вот это вот происходит. Это, конечно, печально. Что же касается героя нашего сегодняшнего видео, Ария Про, у него есть недостатки, о которых я хотел бы сказать. Первое, это вот этот постоянно перевешивающийся гриф. Это неудобно, у меня болит колено. Я не помню, чтобы на Precision это было. Он тяжелее почему-то, чем Precision. И вот этот перевешивающий гриф, конечно, я так понимаю, здесь просто более массивный, более толстый гриф сам по себе. Больше дерева затрачено на это. Это, конечно, надежность, это прикольно. Но можно было позаботиться и о балансе, и о корпусе, но на корпус уже не хватило. Первый минус, который ничем не исправить. Поэтому это печально. Второе, это вот валится струна. Я заметил, это вот в районе 8-го, 12-го лада. Это неудобно. Я как-то пару раз, у меня сорвалась при записи партии. Это неприятно. Когда ты играешь, все сыграл хорошо, потом раз, у тебя завалилась струна, и все надо заново переписывать. Зачем это надо, вопрос. Это очень тоже неприятный нюанс. Такое обычно было на старых инструментах, там, 80-х, японцев, там, каких-то даже мюзикменов, когда не было супер каких-то станков высокоточных, и была, вот эта проблема была, валится струна. Вот. Но периодически на инструментах это бывает. Я очень не люблю это, мне это сразу бросается в глаза. Я сразу за это ставлю минус. Поэтому валющаяся струна. На precision такого я не помню, чтобы валилась струна. Поэтому за это тоже минус. Что же касается цвета. Цвет это очень важный элемент в гитаре. Это намного важнее то, из какого дерева ваша гитара сделана. Недаром я об этом ничего не говорю. А про цвет скажу, потому что это точно важнее. Цвет вообще это супер важно. Это настроение, это ваш характер. Если вы подберете цвет не тот, который подходит к вашему психотипу, то вы будете мучиться, потому что каждый день будете смотреть на гитару, и вас будет раздражать ее цвет. Хотя она звучит замечательно, но вот это вот само, сам факт вот этого цвета, который вам не подходит, вам не нравится, вам каждый день даже может какое-то отвращение гитаре со временем быть. Это не из шутки, это психология, она очень серьезная вещь, серьезная наука. В данном случае у нас белый с черным пиггардом цвет. Я уже говорил в прошлом видео, что это хорошее сочетание цветов. Мне нравится. На precision мне больше нравится такой цвет, на джазбасе тоже сойдет. Вообще джазбас, как я уже говорил, это такой инструмент для виртуозов, для креативщиков, для людей, которые ищут постоянно что-то новое, экспериментаторов, таких виртуозов игры. Поэтому, мне кажется, джазбасу хорошо подойдет какие-то серф цвета, серф грин, яркие серф блю, какие-то красные, какие-то винтажные белые, какие-то салатовые, серф салатовые зеленые, вот такие вот из 60-х. Потому что джазбас, это не скучный инструмент, это инструмент с потенциалом. Поэтому яркие цвета на джазбасе, это очень круто. Но и этот цвет тоже неплохо, и насколько важен цвет. Вот мне джазбас вообще не нужен, но цвет иногда мне, вот этот вот, как-то делает так, что мне в голову закрадываются мысли, а может купить вот цвет такой, блин, чтобы сыграть, такой вот классный, серф грин, что-нибудь такое. В общем, про цвет, да, вот серф грин для джазбаса очень хорошо, серф блю, яркие цвета, креативщика. Ни в коем случае не черный с белым пиггардом, это вообще просто кровь из глаз будет. Сам бёрст тоже не катит для джазбаса. Вот, что-то такое яркое, креативное, это вот очень хорошо будет. В заключении хочется сказать немножко о форме, форме джазбаса. Это легендарный скошенный корпус, который перекочевал от гитары джазмастер. Вообще, джазбас это, так скажем, копия джазмастера, только бас-гитара. Вот, собственно, Фендер вдохновялся джазмастером при создании вот этого чуда. Соответственно, здесь скошенный корпус, более элегантный, выглядит меньше, чем Precision. Визуально он более компактный, не такой громоздкий. И для многих людей это, так скажем, на самом деле, стало ключевым моментом при выборе. Вот, всё, что я сегодня хотел сказать. Послушали мы сегодня Арио Про, поговорили о, так скажем, особенностях джазбаса, в чём его отличие. Я думаю, немножко стало многим понятно, в чём ключевые особенности отличия джазбаса, в чём, за что его любят, за что его не любят, и так далее. В общем, пишите в комментарии, что бы вы для себя выбрали именно, какой путь, путь креативщика, творческого виртуоза, который всегда ищет что-то новое, который всегда в центре внимания, играет соло с лэпом, как Маркус Миллер, или путь самурая, дисциплинированного аскета, который зрит в суть дела, зрит в корень, ему не нужно вот это всё, шарики, фейерверки, какие-то все это мишура. В общем, пишите в комментариях, спасибо, что посмотрели это видео. Всех люблю, всех обнимаю, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, колокольчик не забудьте поставить, всё, друзья, дорогие, любовь, доброта, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok